Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, создателя сети реабилитационных центров для наркоманов автора книги «Крест и нож». Сегодня мы поговорим на тему «Быть готовым к пришествию Господа». Одна дорогая христианка из Луизианы написала в наше служение следующее. В прошлое воскресенье наш пастор попросил нас засвидетельствовать о том, что Бог сделал в нашей жизни за прошедшую неделю. Его собственный пятилетний сын встал и сказал, «Вчера я видел сон. Иисус сказал мне, что Он скоро придет». Дух Святой использовал этого ребенка, чтобы через него напомнить Божьему народу о великой истине. Печально то, что нынешние поколения знают о возвращении Христа меньше, чем любое другое поколение. О пришествии Иисуса теперь очень редко проповедуется в церквях. В действительности же очень много таких, кто называет себя христианами, не желает ничего слушать об этом. Почему? Жизнь хороша для большинства людей, включая христиан. И все их внимание сосредоточено на то, как сделать так, чтобы эти хорошие времена продолжились. Подобно жене Лотовой, многие прилепились к своему имуществу. Они увлеклись вещами этого мира, и в их восприятии пришествие Иисуса только все нарушат. Я слышал о том, как прихожане смеются над теми, кто допускает возможность возвращения Иисуса в любой момент. Они высмеивают саму мысль о том, что Он может скоро прийти. Даже если есть такое учение, которое утверждает, что наш Господь не придет еще тысячу лет, аргументация здесь такая, что церкви будет дано еще именно столько времени на то, чтобы евангелизировать мир и установить новый мировой порядок до того, как Христос вернется, чтобы править как царь. Апостол Петр имеет в виду именно такое учение, когда говорит «в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по своим собственным похотям и говорящие, где обетование пришествия его». Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Всем таким упрямо закрывающимся от истины людям Петр четко говорит «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Более того, Петр говорит нам о том, что есть причина, почему Иисус еще не вернулся. Он пишет, «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Наш Господь очень долго терпелив по отношению к нечестивым. Лично я удивлен Божьим терпением к нам и к этому поколению. Вопиющее нравственное падение очевидно даже для светских аналитиков. Даже если вы пытаетесь держать в чистоте свою совесть, разум ваш присыщен новостями о всевозможном зле, происходящем каждый день. Причем некоторые события настолько жуткие, что кажутся просто непостижимыми. Убийство в школах, страшное изнасилование, насилие над детьми, воинствующий гомосексуализм, невообразимой жестокости. Часто в наших сердцах раздается вопль «Господи, когда же ты восстановишь справедливость? Когда ты обрушишь суд на этих злодеев?» Мы удивляемся, почему Бог так долго медлит наказывать то невообразимое нечестие, которое цветет сегодня таким буйным цветом. Мы рисуем себе картину в своем уме, когда эти злодеи, наконец, падут ниц пред Господом, пред Его святостью. Однако Петр говорит, что Иисус сейчас не ставит задачу судить, даже самого последнего грешника, наоборот. Сейчас на первом плане у Господа милость. Он долго терпелив к самым последним злодеям, и Он ожидает, чтобы явить свою милость каждому нераскаянному грешнику, влеча его узами любви и милости. Как написано, «Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшие стихи растают». Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, подчистись явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире. Мы можем тратить свои дни на распознание знамений времен, совершать поездки на Ближний Восток или еще куда-нибудь, но Бог говорит, «Смотри в свое сердце, прилежно старайся исполнять мое слово». Павел добавляет, «Каждый из нас за себя даст отчет Богу». Далее он предостерегает нас, чтобы мы не судили других и береглись стать камнем преткновения для ближнего и причины его падения. Мы можем быть уверены в том, что Бог будет судить грешников. Нет никакого сомнения в том, что день расплаты приближается. Когда этот день придет, тогда все ругатели, богоненавистники и нечестивые будут призваны к ответу. Книги будут раскрыты, и каждое злодеяние будет явлено пред всеми. Все, что эти злые люди сделали против Божьей власти, их дела будут очень сурово наказаны, и нечестие будет изгнано из Божьего присутствия навечно». Иисус заверил своих учеников. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Он говорил «Да». Бог будет однажды судить всех тех, кто насмехался, преследовал, бросал в темницы и убивал его народ. Вопль гонимы церкви был услышан, и он скоро отмстит им. Однако буквально в следующем стихе Иисус говорит «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Вопрос Христа в конце этого стиха говорит о том, что Его беспокоит больше всего. Он говорит «Когда Я вернусь, Я буду искать тех, кто верит Моему обетованию вернуться за ними». Вопрос в том, будут ли эти люди готовы встретить Меня и ожидать Меня? Будут ли они отделены от этого мира и жаждать того, чтобы Я взял их к себе, как Мою невесту? Будут ли они непорочны или же запятнаны духом сего века? Придя, найду ли Я их восклицающими? Гряди, Господи Иисусе! Как написано, «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец Мой один». Иисус завершает это утверждение уточняющим словом «но». Далее Он говорит о том, каким будет поведение человечества в основной своей массе, когда Он вернется. Он не сообщил нам дату Своего возвращения, но зато Он сказал, каким будет тогда общество. И напомнил историю из Писания, как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и в пришествии Сына Человеческого. Иисус также вспоминает лотово время, так же, как было и во дни лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили, но в день, в который лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. Обратите внимание, что Иисус описывает все это и не говорит ни об одном грехе. Мы же знаем, что не является грехом есть и пить соответствующие напитки или выходить замуж и жениться. Так же не является грехом покупать, продавать или строить. Ни в одном из этих занятий нет ничего плохого. Более того, сам Господь повелел нам, чтобы мы трудились и занимались делами, покуда Он придет. Поэтому Он не осуждает эти дела. Наоборот, упоминая здесь об этих повседневных заботах, Он как бы говорит, «Вот такой будет жизнь, когда я приду». День этот будет, как любой обычный день, когда никто не будет ожидать, что в этот день что-то особое может случиться. Мы с вами знаем, что окружение, в котором жили иной и лот, было уничтожено Божьим судом. Итак, что же Иисус хочет сказать нам, говоря об обычных занятиях обычных людей? Проще говоря, Он ведет речь о людях, которые настроены в своем сердце отвергать все Божьи предупреждения о суде. Вспомните о том, что проповедовал Ной общество, в котором жил 120 лет, предупреждая о том, что грядет полное уничтожение всего. Но, как говорит Писание, «Не скоро совершается суд над худыми делами, от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло». Это именно то, что происходит сегодня в нашем обществе. Все что-то лихорадочно продают и покупают, едят и пьют, сажают, строят. Огромное число тех, которые одержимы личной наживой, и они непременно глухи ко всякой негативной проповеди, которая хоть как-то может мешать их устремлениям. Даже светские голоса, предупреждающие о грядущей финансовой катастрофе, большинством игнорируются. Одна благочестивая христианка написала мне об одной беседе, которая состоялась у нее с пожилой еврейкой. Эта пережившая холокост еврейка сказала ей, «То, что происходит в Америке сегодня, напоминает мне о том, что происходило в Германии, когда Гитлер рвался к власти. Все предупреждения полностью игнорированы, к антисемитским высказываниям Гитлера относились легкомысленно. Я тогда была еще ребенком, но я помню, как устраивались огромные вечеринки, которые затягивались далеко за полночь, и это в то время, когда Гитлер уже начал бросать евреев за решетку и отправлять их в газовые камеры. Я помню, как евреи старшего возраста говорили, «Нет, такое не может быть здесь, это не может произойти». В такой образованной, цивилизованной стране, как Германии, это невозможно, и они танцевали на своих балах ночи напролет, мужчины в своих смокингах, женщины в дорогих вечерних платьях. Всего через несколько недель тех же самых людей уже впихивали, как скот, в товарные вагоны для отправки в концлагеря. Они думали, что хорошие времена и процветания будут длиться вечно, но очень скоро в шоке говорили, еще несколько недель назад мы пели и танцевали. Что же случилось? Как могло так внезапно все измениться? Глаз предупреждения еще раз раздался к Церкви Христовой. Иисус грядет. Жених уже в пути. Приготовьтесь и будьте готовы встретить Его. «Воскликните! Восклоните головы ваши, ибо искупление приблизилось». Но даже после этого Иисус предупреждает, люди будут игнорировать этот призыв. Будет все так же, как было во дни Ноя и Лота. Люди будут заниматься своими делами, совершенно не думая о Его пришествии, игнорируя все пророческие знамения. И вот самый верный знак того, что Он грядет. Мы будем видеть везде намеренное равнодушие. Иисус говорил о большом и мгновенном исчезновении людей с земли. В ту ночь будут двое на одной постели. Один возьмется, а другой оставится. Двое будут молоть вместе. Один возьмется, а другой оставится. Двое будут на поле. Один возьмется, а другой оставится. Главное, что Иисус нам хочет сказать, это то, что каким бы драматичным не было это событие, оно случится в самый обычный день. Все будет точно так же, как в те древние дни суда, во дни Ноя и Лота. Мужчины и женщины будут на своих работах заниматься своими обычными повседневными делами. Затем все совершится внезапно, в один момент. Павел говорит, «Не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Этот день будет таким же обычным днем, как и все другие. Все человечество ни о чем не будет догадываться, но затем случится то, что Христос в одно мгновение заберет к себе свою невесту. Ожидаете ли и вы его пришествия? Жаждете ли вы его? Я никогда не сделаю ничего того, что посеяло бы сомнение в другом верующем о его готовности к восхищению. Большинство из слушающих сейчас это послание вероятно может сказать, «Да, я готов. Я покаялся и исповедовал свои грехи, и я прощен. Я возложил свое упование на праведность Иисуса. И если он придет прямо сейчас, то я знаю, что я не услышу осуждения в свой адрес. Я знаю, в кого я уверовал. Я уверен, что я его». Я сказал бы то же самое о самом себе. Однако, перечитывая еще раз предупреждения Христа, я обнаружил в них нечто, мимо чего пройти я не в силах. Иисус велит, «Итак, бодруствуйте». Далее он говорит, «Но это вы знаете». Другими словами, если вы хотите быть готовыми, если хотите быть бдительными, как я хочу, чтобы вы были, то есть нечто такое, что вы должны знать. Далее Иисус говорит о человеке, который думал, что готов, но на самом деле это было не так. Дом этого человека был подкопан. Далее Иисус описывает человека, который был по-настоящему подготовлен. Наконец, он дает ужасающее предупреждение о злых рабах, которые будут брошены в ад для лицемеров. Раб, который готов по-настоящему, уподобляется хозяину дома, который дает пищу всем, находившимся в его подчинении. Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать пищу им вовремя? Иисус говорит нам, что наградой этого раба будет то, что он будет поставлен над всем имением господина своего. Как видно, то, что раб давал пищу вовремя, имеет очень большое значение. Кто эти правители над Домом Божьим, о которых здесь идет речь? Здесь речь идет о родителях, но также и о пасторах, которые управляют Домом Божьим. Итак, каким же образом родитель дает пищу в свое время? В библейской терминологии под пищей понимается Божье слово. Греческое слово, употребленное здесь, также несет идею питания, будучи образовано от слова, означающего воспитывать. Далее, фраза в свое время означает своевременно. Христос таким образом говорит, блаженны те родители, которые питают своих детей Божьим словом. Они воспитывают их наставлениями из Библии своевременно, когда еще есть время, когда еще не поздно. Американские церкви посылают миссионеров по всему миру, чтобы достичь Евангелиям неспасенных. В то же самое время церковь теряет целое поколение молодежи. И Бог на нас возложит ответственность за это. Когда Иисус говорит, давайте им пищу, Он имеет в виду «держите слово». Другими словами, не искажайте мои святые заповеди. Вы не должны позволять своим детям воздействовать на вас, чтобы искажать истину. Я обещаю почтить тех, кто почитает мое слово. Пусть же Господь скажет о каждом родителе-христиани сегодня то, что Он сказал об Аврааме. Я избрал его для того, чтобы он заповедовал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним. Именно такие родители будут поставлены перед всем имением своего Господина. Слова Иисуса здесь также относятся и к служителям в домостроительстве духовной семьи. Как и родители, пасторы в Божьем доме должны питать свое стадо твердой пищей, а не только молоком. Они должны растить своих овец в страхе и наставлении Господним, призывая их к полноте зрелости во Христе. Иисус говорит о тех, кто исполняет это прилежно. Блажен пасторь, который, когда я приду, будет продолжать питать мой дом. Он питает их чистым учением из моего слова, и я говорю этим пасторам, когда я вернусь, я поставлю вас над всем имением моим, а мое имение это все то, что Отец дал мне. Когда Иисус вернется, он приведет к себе каждого благочестивого пастора, чей единственной заботой была забота о тех душах, которые вверены ему. Такие пасторы пасли своих овец не для того, чтобы обогачать себя за счет них. Они не осуществляли свои мечты за счет нищих вдов и сирот, нет. Эти пасторы стояли за кафедрой в страхе и трепете, всегда осознавая, что им придется дать ответ святому Богу. Каждому такому пастору Христос доверит свое имение и поставит их правителями над всем, что имеет. Это предупреждение мы всегда должны сокрыть в своем сердце. Когда Иисус произносит эти слова «но это вы знаете», Он на самом деле нам говорит «смотрите, не игнорируйте эти слова». Далее Он утверждает следующее «если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем «не скоро придет господин мой и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами». И в 12 главе Луки этот раб тот самый, который однажды верно раздавал пищу в свое время. Этот раб начал хорошо, ему предстояло быть вознагражденным как управителю Божьего имения, однако сейчас он полностью изменился. Теперь он бьет тех, кто рядом с ним и пьет с пьяницами. Что же случилось? Что-то произошло с сердцем этого раба, какая-то перемена, возможно незаметная, но она повлияла на его отношение к своим обязанностям. Что же это за перемена? Иисус говорит нам, тот злой раб сказал в сердце своем, «не скоро придет господин мой». Греческое слово, переведенное здесь как «бить», подразумевает многократное нанесение ударов. Другими словами, этот раб теперь впал в лицемерие. Мне он представляется как человек, который провоцирует свою жену, ругается, не стесняясь, слушает грязные истории о других, сплетни и так далее и тому подобное. Когда же он дошел до такого состояния? Он убедил себя в том, что его господь еще не скоро придет. Когда он произносит слова «Мой Господь», он обращается к совершенно другому господину, а не к своему праведному господу. Он придумал себе своего нового, собственного Иисуса, Христа другого благовестия. Этот раб не проповедует всем об этом своем новом отношении к Господу. Перемена произошла в его образе мыслей, и ему нет нужды оглашать широко свое убеждение в том, что Господь отложил свое пришествие. Он просто живет согласно своему образу мыслей. В этом вся разница. Посмотрите сами, задумывались ли вы, почему так много церквей сегодня наполнены неподготовленными, терпимыми ко греху искателями удовольствий? Почему так много христианских супружеских пар разводится по мельчайшему поводу? Это не потому, что их пасторы учат их жить так. Нет, это потому, что многие пасторы не верят, что Христос придет при жизни их поколения. В некоторых церквях, если бы вы встали и проповедовали из Матфея 24-44, будьте готовы, ибо в который час не думайте придет Сын Человеческий, пастор почувствует себя оскорбленным. Паства просто следует его примеру. Как же этот злой раб докатился до того, что пил с пьяницами? В Библии мы находим, что можно быть пьяными от многого, от гнева, от горечи обиды, от жажды крови. Главный алкогольный напиток в нашем обществе, то успокоительное, которое пьют все в нашем обществе, это процветание. И христиане преспокойно причащаются от этого напитка. Иисус предупреждает нас, что происходит с вами, когда процветание захватывает вас в свои объятия? Ваше сердце укутывается в материальные блага, и вы вдруг теряете чуткость к моему пришествию. Ваша жизнь становится неуправляемой, потому что у вас нет уже больше нравственного компаса, и вы начинаете бить всех вокруг, делать все, что можете, лишь бы получить то, что вы хотите. Вы становитесь пьяницами, которые споткнулись на процветание. Обратите внимание на то, какой суд ждет таких лицемеров. Как написано, придет господин Рабатову в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами, там будет плач и скрежет зубов. Позвольте мне спросить вас еще раз, готовы ли вы, жаждете ли вы явления Христа? Павел говорит, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его. Это второе послание к Тимофею, 4 глава, 8 стих. Иаков подобным же образом призывает нас, долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. И в евреям написано, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения. Наконец, Павел пишет, ибо явилась благодать Божия спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Это говори, увещавай и обличай со всякой властью. Я молюсь о том, чтобы стать таким пастырем, о котором пишет Павел. Да, я жду возвращением моего Господа. И вместе с апостолом я могу сказать с уверенностью, мне приготовлен венец, ибо я возлюбил его явление. Я готов. Гряди к Господи Иисусе. Продолжение следует...